Фестиваль неформального молодежного творчества и экстремальных видов спорта «Уличный стиль» собрал любителей активного отдыха в скейт-парке в день 90-летия Славянского района. Ребята показывали свое мастерство в битбоксе, скейтбординге и многом другом. Всего на площадке собралось более 40 участников. Побывали там и наши корреспонденты Тина Капачевская и Георгий Калинин. В скейт-парке собралась самая активная, талантливая и позитивная молодежь Славянского района. Фестиваль «Уличный стиль» объединяет в себе еще три краевых фестиваля – «Современный формат», «Свежий ветер» и «Янблад». Проходил он под девизом «Жизнь без наркотиков – это наша тема». Напутственные слова ребятам в начале фестиваля произнес глава Славянского района Роман Синеговский. Я не сомневаюсь, у нас лучшая молодежь в Краснодарском крае. Мы вами гордимся, потому что нам есть чем гордиться в плане подготовки нашей молодежи и в спорте, и в культуре, и в творчестве. И вот мне приятно, что вот сегодня такой проект «Молодежь против наркотиков» он действует в целом у нас в городе Славянске на Кубани, в Исландском районе. Участников фестиваля молодежного творчества «Уличный стиль» поприветствовал начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Вот такие мероприятия и вот такие вот вещи, которые вы творите на радость себе, прежде всего, и всем окружающим, делают нас еще сильнее, еще сплоченнее, еще лучше. Славянский район впереди всех. Ура! С праздником! Поехали! Также в рамках фестиваля прошла акция «Бросить курить легко». Волонтеры раздавали агитационные листовки. Всего было представлено 9 номинаций. Скутер-спорт, скейтеры, велобайки, роллеры, хип-хоп, рэп-соло, рэп-группы, битбокс, брейк-данс. Никита Пальчик под псевдонимом «НП» участвует в фестивале «Уличный стиль» уже в третий раз. Два из них попадал в тройку победителей. Только победа не главное, признается рэп-исполнитель. Главное – участие. Никита заинтересовался рэпом еще в пятом классе. Увлекся, начал сам этим заниматься. В итоге накопил на собственную студию звукозаписи. И теперь он рэп-исполнитель собственных стихов и музыки. Видит цель фестиваля в том, чтобы показать собственным примерам молодежи, что главное – поставить перед собой задачу и выполнить ее. В ТВ очень много новостей показывают. Молодежь покупает, не думает, что совершает. И травится вот этой всякой стиховой. Главное – найти какую-нибудь цель в жизни, добиться и все. Для Владимира Юдина тоже главная цель – постоянно двигаться вперед и искать себя в творчестве. Битбоксом он занимается уже четыре года. Как-то в классе девятом, восьмом друг показал пару элементов. Мне понравилось. И залез в интернет, начал искать, искать, искать. С этого понеслось. И вот уже четвертый год занимаюсь этим. Выступаю где-то там, выделяюсь, короче, где-то. Дома не сижу. В каждой номинации был выявлен свой победитель. Они получили грамоты и футболки. Пока в скейт-парке молодежь показывала свое творчество и занималась спортом, в это время на главной площади города жители Слайнска-на-Кубани танцевали под старые добрые песни 80-х. Нет в России людей, которые бы не любили старые песни о главном. Причем это не только люди, для которых эти песни – их молодости, но и представители молодежи. С ребенком отдыхаю. Ребенку нравится концерт, пляшет с удовольствием. Ну, это пикни нашей молодости. Нам очень нравится. Мы стоим, поем, танцуем. Здорово. Ну, нет, не танцуем. Ну, могу даже упражнения делать. Могу саритой сделать. Могу сделать. А почему не танцуешь? Тебе не нравятся песни? Да не, нравится песня, только я не хочу танцевать. Почему? Настроения нет танцевального, да? Да есть, только танцевать – это не мое, это для девчонок. А где ваши ручки, Славян? Дискотека 80-х была посвящена юбилею района. Для жителей выступали лучшие творческие коллективы Славянского района. В этот день пришедшие на праздничную дискотеку люди поздравили всех славянцев с днем рождения города и района. Счастья и чистого неба. Самое главное. Наверное, благополучие, здоровье. Страна, чтобы наша крепче становилась. И нам легче было. Счастья, здоровье. И чтобы было у нас на дороге чистое небо. И люди жили в достатке. Дальнейшее, дальнейшее просветание города. Мария, мама, 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 мама. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.